Добрый вечер, семья Life is Good. На своем прошлом выступлении на конгрессе многие уже слышали мою историю, как я пришел в бизнес Life is Good. Это был 2014 год, у меня был определенный статус, был небольшой бизнес, был авторитет. Я был президентом Федерации борьбы с самбо и депутатом одного из крупнейших районов Самарской области. Но именно компания Life is Good кардинально поменяла мою жизнь. Сейчас я очень часто слышу, конечно, Радик, вы были первые, Вам было легко. Я вам сейчас расскажу, как нам было легко. Представьте себе джунгли, непроходимые джунгли. Стеной стоят. И возле этих джунглей стоит наш президент Роман Викторович Василенко с мачете. И мы выстроились рядом. И он говорит, вот там цель, я ее вижу. Там оазис, там прекрасная жизнь. Там Life is Good. И начинает неистово вырубать. Мы идем за ним. Сейчас те, кто приходят в бизнес, идут по проторенной дорожке. Кто-то идет по газонной травке, а кто-то сидит отдыхает еще в тени аллей. А некоторые еще идут и скулят. Это что, я должен сам идти? Меня даже не довезут до моей цели? Путь... Путь к успеху услан розами. Но нам всем идти приходилось по шипам. Причем босыми ногами. Своим главным достижением в компании Life is Good я считаю не деньги. Ну да, за пять лет я заработал более одного миллиона евро. Но деньги это следствие. Деньги это то, что к вам придут ко всем. Если вы будете заниматься нашим бизнесом. Главное достижение это создание мощной, эффективной, профессиональной, команды лидеров, лекторов, спикеров, бизнес-тренеров, которые сейчас есть у меня. Я благодарен каждому своему сотруднику за то, что в свое время поверили и пошли за мной. Спасибо вам большое. Главное достижение это рост в компании. Рост моральный, рост духовный. Я стал лицензированным бизнес-тренером Международной бизнес-академии IBA. И появилась возможность делиться с людьми своими знаниями. Чтобы люди стали богаче, счастливее и успешнее. А это уже миссия. Это серьезная и благородная миссия. Я благодарен своему наставнику, Роману Викторовичу Василенко, за то, что в свое время поверил в меня, вложил в меня очень много сил и многому научил. Это дорогого стоит. И благодаря этому я сегодня завершаю первый день пятого юбилейного конгресса. Это дорогого стоит. У нас уникальная модель бизнеса. Наш бизнес может сделать абсолютно любой человек. Здесь никакие отмазки не принимаются. Сейчас я вам это докажу. В нашем бизнесе нельзя сказать, что я из небольшого города, мало людей, никого не могу пригласить, не могу построить команду. Выступали спикеры, да? Это 60 тысяч городок, 15 тысяч. Я всю жизнь живу в Самарской области, в селе Кротовка. В населении 6 тысяч человек. Кротовка, привет! Но у меня сейчас в структуре 4 тысячи сотрудников со всех регионов России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Германии, Италии, Испании и так далее. То есть вы не можете сказать, что у вас маленький городок, что у вас нет команды. В нашем бизнесе нельзя сказать, что я слишком стар для этого бизнеса. Вы видели элегантных мужчин и женщин, которые выходили на сцену в солидном возрасте, которые зарабатывают очень большие деньги, путешествуют по миру, обучаются. Ведь вы знаете, праздный мозг, мастерская дьявола. Имя этому дьяволу Альцгейрман. А они учатся. Они не стареют, они живут полноценной жизнью. В нашем бизнесе вы не можете сказать, что я слишком молодой для этого бизнеса. Директора выходили 24 года. Директор. Он получает от 15 тысяч евро и выше. У нас есть даже молодежное движение «Миллионер до 35-ти». Но больше всего я испытываю такой душевный трепет перед одной женщиной. Мы с ней познакомились на одном из обучений ЛС-1. Она приехала из Читы на инвалидной коляске. На обучении. То есть она сотрудник четвертого уровня. Она делает бизнес на инвалидной коляске. Это Татьяна Решетняк. И мне становится противно, когда молодые, здоровые, умные люди говорят, у меня не получается, я не могу никого пригласить на встречу, не могу собрать людей на семинар. Пожалуйтесь ей. Поплачьте ей в жилетку, как вам тяжело живется. Наш бизнес может сделать абсолютно любой человек. В конце я вам расскажу секрет именно своего успеха. Но перед этим хотелось бы отметить, что вы знаете, в зале много народу. Наши спикеры выступили. Здесь каждый человек, который выходил, мы друг друга знаем. Говорили только чистую правду. Здесь люди делились своими реальными историями. Но все равно, где-нибудь в зале сидит человек и сомневается. Что-то тут не то, но не может быть все так гладко. Есть такое? Конечно, признаетесь вы. Но, вы знаете, что я хочу сказать? Давайте так. Я сейчас, глядя любому в глаза, твердо, уверенно, могу сказать, что давайте не будем судить о нас, о компании Life is Good по нашим победам. Их у нас слишком много. Сегодня слышали, завтра вы будете слышать еще о наших победах. Побед у нас много. А давайте судить о нас, о нашим поражениям. Но их у нас нет. Перед самым Новым годом я вывозил детей в цирк. И как-то, знаете, все по-новому оцениваешь. И увидел такой момент, когда выступали эквилибристы. Ставили вот так цилиндры. И нужно было подняться на эту конструкцию, которая, в принципе, по закону физики, стоять не может. И когда он поднимался, я обратил внимание, как он чудовищно был сконцентрирован. Он поднялся на нее и стал жонглировать. Я подумал, а вот если вы так сможете конститурируйтесь на своей цели, любая цель у вас материализуется. И главный секрет успеха, который лично мне помог в жизни, помог в бизнесе, это настойчивость. В нашем бизнесе успеха достигает не те, кто слишком умный, не те, у кого какое-то специальное образование, не те, кто родился с 7-5 и во лбу, а настойчивый. Только настойчивость поможет вам достигнуть успеха. Я сам несколько раз хотел бросить бизнес. В 2015 году, когда мы мотались с командой президента по регионам, но было тяжело. Мы ездили, денег не хватало. И в тот момент, друзья крутили пальцем у виска, ну и Радик, вроде серьезно, человек какой-то ерундой занялся. Ну, 90-е годы. Как бы я вырос в 90-х. И был такой момент, мне даже один раз было стыдно за то, что я, наверное, чем-то не тем занимаюсь. Ну, я выстоял. Это, знаете, как в спорте. Я много лет занимался спортом, очень люблю бокс, борьбу. И тренер всегда говорил, не стыдно упасть? Ни в ринге, ни на таптами упасть не стыдно. Вот стыдно не подняться. Это стыдно. Поэтому этот момент я выдержал. А второй момент, когда в 2016 году предложили хорошую теплую должность чиновника после окончания Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации опять было такое, знаете, колебание чаши весов. И какое-то перышко упало в сторону Life is Good, которое пересилило. Ну, я считаю, это, наверное, интуиция. И я этому очень благодарен, потому что именно эта интуиция, например, позволила мне перед этим Новым годом собрать всю семью всех своих близких, любимых людей, маму, сестру, племянника, жену, детей, смог 10 человек и вывезти просто так нахайнянь, чтобы не просто отдохнуть, но и оздоровить их. Смог ли я это сделать, будучи чиновником? Сто процентов нет. Поэтому, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, четко ставьте цели и идите вперед к своей цели. Будьте настойчивы, не смотрите по сторонам, не оборачивайтесь. У вас шоры должны быть на глазах, как у лошади, по пути к своей цели. Не верьте приметно, даже если вам по дороге к вашей цели дорогу перебежит полнолуние, черная кошка с пустыми ведрами, все равно идите вперед. Ведь в нашем бизнесе есть только один риск. Риск разбогатеть. И мы должны нести знамя Life is good. Не на зло всем, а на добро всем. Life is good! Global Star Club Возможности безграничны. Возможности безграничны. Любови безграничны. Любови безграничны. Играничны. Продолжение следует...